Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня пятница, вроде бы как уже перед выходными хочется расслабиться, но еще не время, друзья, потому что сегодня на десерт всей недели нас ожидает американская статистика по рынку труда. Всем известный релиз Non-Farm Pearls, который априори самим фактом своего существования всегда провоцировал значительную динамику и волатильность на финансовых рынках, потому что этот отчет является чуть ли не важнейшим индикатором для американского регулятора в принятии решения по ключевой процентной ставке. В целом на этой неделе все регуляторы, за которыми мы следим, которыми мы интересуемся, отчитались по монетарной политике, приняли решение по ключевой процентной ставке и сделали анонс будущих изменений, планов того, как политика будет меняться в последующие периоды. Я предлагаю сегодня начать с индекса доллара, который сейчас котируется на отметке 101.68. И честно говоря, друзья, то, что индекс доллара смог восстановиться по итогам вчерашней торговой сессии с временным лагом ровно в один день, потому что заседание резерва было в среду. Это лучше, чем могло бы быть, потому что индекс доллара мог бы преодолеть поддержку 100 пунктов и оказаться еще ниже. Но лучше поздно, чем никогда. Я рад, что сейчас индекс доллара демонстрирует хоть какую-то восходящую динамику и впереди, как я уже отметил, очень серьезное фундаментальное топливо в виде релиза по американскому рынку труда. Я сторонник того, что сегодня мы увидим неплохие цифры, по крайней мере, по темпам роста заработных плат, по уровню безработицы, количество новых рабочих мест. Заранее очень трудно предположить, какими могут быть цифры. По прогнозу большинства экспертов сегодня мы увидим показатель в 185 тысяч. Это ниже, чем если сравнивать с динамикой двухмесячной давности, когда прирост был на 220 на 3 тысячи. Но если опираться на динамику первичных заявок на пособие по безработице, а здесь исключительно позитивная тенденция на протяжении всего месяца формировалась, я бы предположил, что в целом блок предстоящих релизов от американского рынка труда больше порадует трейдеров, чем разочарует. И также сегодня ожидается еще один важный отчет. Это релиз ISM активности в сфере услуг. Он будет опубликован уже после Non-Farm Perils. И прогнозы крайне оптимистичны. Впервые за последние 5 месяцев индекс выберется из-за зоны стагнации, то есть ниже 50 пунктов, если оценивать индикатор, и превысит 50 пунктов, достигнув отметки 50,3. Что для развитой экономики, которая, разумеется, относится к американской, может стать дополнительным бустом оптимистичных настроений того, что США все же смогут избежать экономической цессии. А сфера услуг, она, конечно же, генерирует значительный показатель экономического роста. Я в целом, как вы знаете, очень верю в доллар. Верю в то, что в ближайшие недели и месяцы американская валюта скорее вырастет, нежели чем упадет. И если мы немножечко вернемся назад, когда ФРС провел свое заседание, я надеюсь, вы помните, что в целом риторика американского регулятора осталась довольно-таки жесткой. Ставку повысили. Это первый момент, который указывает на то, что жесткая политика продолжается. Суправительное заявление, которое мы имели возможность проанализировать, содержало исключительно жесткие комментарии о том, что и дальше уместно повышение процентной ставки, потому что инфляция очень сильно отстает от целевого ориентира. И Паул, который выступил на пресс-конференции, дал понять, что требуется больше доказательств, чтобы понять, что общая ситуация с инфляцией находится под контролем. Соответственно, при таком новостном фоне, при таких комментариях, при позиции Федрезерва, который, в принципе, дал понять, что будет и дальше повышать ставки, зачем нам выдумывать и считать, что нет, ФРС не будет повышать процентной ставки. То есть здесь, на мой взгляд, сейчас путь наименьшего сопротивления – это все-таки положиться на вот эту жесткую монетарную политику и допустить, что индекс доллара сможет восстановиться в ближайшие дни. И я, как я отметил уже, допускаю, что это может произойти уже сегодня. Поэтому моя вера в рост индекса доллара сегодня, опять же, подкрепляется ожиданием сильного отчета. И я вполне допускаю, что индекс американской валюты, текущую торговую сессию, завершит выше 102 пунктов. Дальше идем. Золото – 1915 долларов за тройскомунс. Очень рад, что зафиксил позицию в районе 1950. Мы увидели мощный откат. Сейчас серьезные изменения по индексу настроения. Мы видим то, что толпа уже не в коротких позициях. Толпа уже покупает, но перевес небольшой. Поэтому это прям не такой качественный сигнал, как мы видели ранее. Но золото, допускаю, может просесть еще ниже. Но я не буду принимать решение сегодня об открытии новых позиций, потому что хочу предложить вам другую сделку. Это сделка по британской валюте. Пара фунт-доллара сейчас на отметке 1.2207. Заседание Банка Англии, которое завершилось накануне, ставку повысили на 50 байсных пунктов. Но здесь нужно разобрать себя подробнее. Банк Англии повысил ставку уже десятый раз подряд. Сейчас она 4%. И это, скорее всего, спровоцирует негативные последствия для экономики, английской экономики уж тем более. И первыми эти негативные последствия, скорее всего, увидит рынок недвижимости, который так остается, на мой взгляд, в кризисном состоянии. Рынок недвижимости Англии очень сильно коррелирует с потребительскими настроениями и с ожиданиями какой-то затяжной экономической рецессии. Исторически это точно проверено. Английская экономика ориентирована на потребительский спрос, ориентирована на потребителей. Если мы будем развивать тему того, что повышение процентной ставки спровоцирует усиление кризиса в строительном секторе, на рынке недвижимости, это, в конечном счете, на мой взгляд, станет причиной значительного снижения стоимости активов, объектов недвижимости, подорвет интерес инвесторов к приобретению этих объектов недвижимости, негативно отразится на потребительской активности. И тут, в конечном счете, мы выйдем на то, что Международный валютный фонд все же мог оказаться прав, когда прогнозировал, что этот год британская экономика завершит снижение на 0,6%. Это будет худший показатель среди всех развитых стран. И плюс ко всему, на 2024 год прогнозы не сильно уж прям оптимистичны. Рост будет максимум на 0,6-1,9%. Тоже, на мой взгляд, в 2024 году будет чуть не худшим показателем среди всех стороновых, скажем так, конкурентов. Я считаю, что британская валюта в таком окружении будет испытывать давление дальше. В течение всей недели искал хорошую точку входа для того, чтобы фунта зашортить. И считаю, что эта точка уже пройдена. Но присоединиться к этому ралли еще можно. Поскольку ближайшей целью для пары фунт-доллар может оказаться поддержка 1,20. Европейская валюта против доллара 1,0890. Ставку также повысили на 50 байсных пунктов. Риторика была исключительно жесткой. И у евро был шанс зацепиться за контраст монетарных политик. Положиться на слова ИЦБ о том, что ставка будет расти активными темпами и на последующих заседаниях. Но европейская валюта этого не сделала. Это была большая ошибка. Евро в итоге продали. Я принял решение закрыть позицию по главному валютному риску. Сфокусироваться на британской валюте и на долларе сейчас. Потому что допускаю, что в сегодняшний день, как было ранее отмечено, доллар сохранит восходящую динамику. А евро останется под давлением. И по другим сделкам. Доллар-канадец. По-прежнему цель 1,32. Доллар-иена. 128,60. Сейчас котировки ждем поближе к уровню 125. И рынок нефти 81,83. Для распродаж какого-то фундаментального фона сейчас нет. То есть его высасывают из пальца. Это данные по запасам, которые вышли ранее от администрации нафетической информации. Это все-таки расчет на то, что ФРС будет и дальше активно повышать ставки вплоть до конца 2023 года. Это приведет к серьезному росту курса доллара. Но это тоже не совсем так. Рынок нефти должен реагировать на краткосрочный фундаментальный фон. И он сейчас основан на китайской сильной статистике и на решении ОПЕК не менять квот. А также должен реагировать на приближающийся эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. Эта эмбарго вступает в силу в это воскресенье. Поэтому фон, на мой взгляд, фундаментальный, позитивный. Поэтому по рынку нефти, думаю, что разворот произойти может в любой момент. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!